Ёлки зелёные, голубые, а также пихта, можжевельник и туя теперь будут радовать жителей промышленного района. Возле Центра социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов кипит работа. Благоустроить территорию решила одна из самарских коммерческих организаций. 21 ель, хвойные декоративные кустарники будут соседствовать с двумя каменными композициями – ракариями. Мы всё-таки общались с ландшафтным дизайнером, что это действительно было бы очень красиво и создавало впечатление того места, где тебе помогут, где приятно находиться, где приятно получать помощь. Особенно это важно и необходимо для таких учреждений, как наши, куда приходят граждане, нуждающиеся в особым внимании. Такие экологические акции компания проводит не в первый раз. Волонтёры уже приобрели опыт. Елочку надо, где меньше веток, на север. Определяем север и в сторону севера высаживаем, где меньше всего листвы. Надеюсь, когда-нибудь мои дети, будучи в моём возрасте, а может быть старше, приедут и, показав на это дерево, скажут, что вот мы вместе это дерево в этом городе посадили. Подобные инициативы коммерческих организаций в Самаре приветствуются и поддерживаются программой «Цветущий город». Можно обратиться в департамент городского хозяйства и экологии. Там помогут выбрать место и время для высадки растений, организуют консультацию специалистов. Подобные обращения поступают к нам регулярно в период осенней и весенней высадки. Мы их обобщаем. Иногда в своих заявлениях они просят какой-то конкретный объект непосредственно, то есть либо сквер, либо какую-то территорию прилегающую к организации. Программа «Цветущий город» рассчитана на пять лет. Её разработали в этом году по поручению главы Самары Олега Фурсова. Площадь цветников уже увеличилась на четверть. Активное участие в озеленении города принимают не только городская и районные администрации и учреждения, но и частные компании, а также жители. Октябрь – самый благоприятный месяц, чтобы высаживать луковичные и корневищные многолетние растения, а также деревья и кустарники. Поучаствовать в экологической акции и программе «Цветущий город» может каждый. Теперь я могу сказать, что приложила руку к озеленению своего города и посадила дерево. Олеся Корецкая, Григорий Пешаков. События.